Телеканал КРТ представляет Привет, друзья! Меня зовут Оля и я перевозчик. Говорят, таксисты самые осведомленные во всех сферах люди. Это лучшие политологи, лучшие вирусологи и самые, что ни на есть, крутые специалисты в области нефти. Таксистам, как и барменам, доверяют все самые сокровенные тайны. Поэтому я решила переквалифицироваться. И теперь я таксист. И не просто таксист, а таксист-перевозчик. А перевозить ценный груз или отягощающий его, дорогие друзья, решать только вам. Сегодня я подвезу журналистку, блогера, медиа-эксперта и просто красавицу Олесю Медведеву. А как Олеся попала в страну чудес, узнаем у нее лично. Поехали! Не в мене, а Украины ни слова, ни воля. Проголосу за Филатова, а подарок получишь корма. Алло, Радбинович. Дождь прогремел по крышам, распугал всех кошек. Я не сдався мы сбою. А мы такие ванны, что не сдавься, не сдавься. Слава Украине! Второе плаво! В общем, привет, Олеся. Привет, Олечка. Куда мы едем? Давай посмотрим замечательный Киев, тем более совсем скоро. А я думала бы куда-то подъяло. Я, как человек душевно свободный, скажем, люблю иногда просто ездить по городу и смотреть на чудесный и не очень Киев. Поэтому можем так и поступить. А ты вообще киевлянка? Нет. Может, видишь как? Надя, девушка, а вы киевлянка, да. А что вы на выходных робите? Додам не едете. Это и про меня, и про тебя. А ты откуда? Я из города Горловки, Донецкой области. Я, к сожалению, домой не поеду. Печально. Ну, можешь ко мне домой съездить. Почти, почти там. Ничего, ничего страшного. По пути. Да, у нас там есть Боря-могильчик, если что. Филатов. А, Могильчик. Поняла, что бы так называть. А, это в связи с чем, что под коронавирус он вырыл, да? Типа, обещал вырыть еще столько же для домашних животных. Если проиграет выборы, да? Нет, для домашних животных, с которыми он будет, с которыми мы будем гулять. А, нет. А, ты думаешь, ему надо животных, чтобы уникать выборы? Ну, печально. Я просто видела по судье фотографию, он там постил какую-то собаку, вот. И я подумала, что, может, это его штаб избирателя. Ну, я ничего вообще не удивляюсь. Знаешь, как называется его партия? Пропозиция. Ага. Способ. Я не знаю. Пропозиция чего. Акция в супермаркете? Специальная пропозиция. Возьми, возьми это, проголосуй за Филатова, а подарок получишь Корбана. И несколько могил, да? Моя камера опять перегрелась от твоей красоты, я повторю это. От этих красных губ просто раньше на этом месте сидел Дубинский и не было никого такого красивого. Я просто в образе женщины красивой, поэтому сегодня это моя ролевая модель, скажем так. Мы про могилы говорили. Да, про могилы. Я говорю, что это можно очень качественно использовать в своей предвыборной агитации. Объясню почему. Земля на кладбище в Украине стоит очень дорого. И я думаю, что... Можно просто откуда ты это об этом знаешь? Проверяла или что? Ну, к сожалению, скажем так, мне пришлось за последние несколько лет... Может быть, что... А я думала, люди заранее закупают уже себе подарочки. Или нет, подарки, кстати. Вот. Я тебе дарю... Что? Дорогая! Дорогая! С днём рождения! Вот тебе земля на кладбище! Боже! Измытиво! Байховая? Или ещё какое? На Байховом, кстати, метр квадратной земли стоит, как хорошая квартира в Киеве. Вот как квадратный метр, квартира в центре Киева. На Байховом... Серьёзно? Вполне себе серьёзно. Боже. Надо задуматься. Поэтому... Короче, е, выборы. Мы ж зарубичаны. Мы ж зарубичаны, да? Мы ж работаем. Ты, кстати, знаешь, где агенты Кремля забирают деньги? Где ты забираешь лично? В смысле? Ну, мне все говорят, что я агент Кремля. Так и ты, правильно? Конечно. Где мы забираем деньги? Где ты забираешь? Ты вообще ватная принцесса, можно сказать. То есть меня называют ватной хамкой, а тебя ватная принцессой. Почему так? Потому что у меня красные губы. Помада есть? Длинные волосы. Помада есть? Волосы я обрезала. А губку психанула. Да. 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 Говорят, что женщины обрезают волосы под корей, когда хотят изменить что-то в своей жизни. Правда или нет? Какой интервью? У меня или у тебя? Я не знаю. Я каждый раз. Одного ребенка родила, обрезала губы. Второго ребенка родила, обрезала волосы. У тебя тоже дети есть? Есть. Один. Сын. Ты волосы не обрезала. Я была волосатой сначала до конца. Может это мальчики? У меня просто не бывает мальчиков. Я не знаю как. Мальчики. Мы не знаем, как делаются мальчики. Ну, примерно тем же, в том же месте. О боже. А говорила шутки эти не про тебя? В смысле? Ну, не про тебя, а природу не обманешь. Скорее. Я понимаю. Так вот. Киевские выборы. Да. Что ты скажешь по этому поводу? Будут. Сегодня буквально... Многие говорят, что не будут, кстати. Ну, я думаю, что все-таки будут. Уже очень много бабок в это все дело влито. Поэтому я думаю, что люди не захотят терять свои деньги. Вот сегодня Притула объявила о том, что идет в мэр Киев от партии Волос. Скажи мерзко. Противно. Вот все. У меня сразу возникло две ассоциации. Первая, когда волосы в зубах, простите, уже мы зрители. А вторая, когда вот в ванную ты заходишь, да, в какой-то общественный душ. И там вот... Зачем ты мне это сказала? Вот в сливе... В сливе... В Вакарчугу. А Вакарчуг уже несколько раз был в сливе. И Вакарчуг такой в соседней копинке такой... Я не сдався, мы сбою. А мы такие в Антусом. Сдашься, сдашься. А я сейчас угадаю, за кого будет голосовать Леся из страны. Явно не за Пальчевского. Потому что ты не разведеночка. Кто это? За него голосуют только разведеночки. Ну, в смысле, Андрей. В смысле, я, кстати, разведена. Ты не разведеночка за сорок. Я же сказала, разведеночки за сорок. А ты молодая и красивая. И, кстати, мне один депутат рассказывал, что подбивал к тебе клинья. Я не скажу какой. А что я об этом не знаю? Давай позвоним, узнаем. Давай. Алёра Бинович? Ага. Не, не, не он, не он. Я же сказала молодой и красивый. Молодой и красивый. Да. Почему я не заметила? А кто у нас молодой и красивый депутат? Я подумаю. Ну, я не знаю. Ну, с Кичко симпатичный. Он женат. Да не молодой разведеночки. Женат, он очень состоятельная женщина. Ну, я же не знаю. Не просто так. Он там женат по любви. Мне что-то так кажется. Сейчас пойдут сплетни. Вот эти бабские теребеньки. Вот это собрались две. Вместо того, чтобы поговорить о каких-то серьезных, смыслообразующих вещах. Так девочки за рулем обычно поют. Девочки обычно поют. А мы говорим... Тут идет дождь. Я могу спеть песню ДДТ. Дождь. Прогремел по крышам. Распугал всех кошек. Это же не знаю. Кто поедет? Это Филипп Киркора? Гром. Нет, это ДДТ. О боже. Это же русский ракешник. Ты смотри. Каждое слово русский из твоих уст звучит как пропаганда Кремля. Звучит как призывисти войска. А потом заголовки. Леся, Оля в машине позвала Путина. Да, так и будет. Я ничего не уверена. Скажи, что тебя связывает с Януковичем? Я уже читала первую статью Леся Медведева. Бывшая приверженка Януковича. Политкыня и членкыня. Как сейчас модно. Членкыня. Я не знаю. Я с никакими членами не была сопричастна. Один раз точно была. Это моя личность. Я просто когда-то работала в компании Александра Кременко. И с Януковичем я лично не знакома. Знакома с Александром Кременко. Мы с ним поработали. И каждый направился своей дорогой в свою жизнь ища свой путь, грубо говоря. Но продолжают тебе платить деньги за пропаганду Кремля. Да, конечно. Я все продолжаю. Я просто пытаюсь выбить все-таки, где я забираю деньги. Я пропагандирую, пропагандирую. И все никак не доплачивает. И никто не выпропагандирую. И никто не платит. Все говорят, ага, ты эту машину себе купила за Януковича гроши. И вот вы блогеры, я знаю. Вы как Шарип, потом поведете в ОПЗЖ, а потом еще. Куда введет Леся Медведева? Ну что, Шарипа позже введет? Ну я не знаю. Он к вилку уводил. Потом он куда-то вводит кого-то, но он еще сам не понял, куда. Понятно. И я кого куда веду? Я веду светлое будущее. Моя цель на самом деле... Ты как политик настоящий говоришь. Ну, как я говорю. Да, да. Надо как-то... Надо как-то попроще. Да. Давай программу партии. Ну вот по-честному. Ну вот я не знаю, как повернется моя жизнь дальше, но мне сейчас не хотелось бы чернить себя политикой в том состоянии, в котором она есть. То есть ты против всех? Кандидат против всех. Да. Против всехыня. Моя цель сейчас просто сделать хоть что-то, чтобы эта политика стала другой. Я верю, что люди могут привносить какие-то изменения в эту политику, но им для этого нужен какой-то стимул, какие-то дополнительные знания. Я пытаюсь... То есть ты медиа-эксперт. Ты журналист. Ну я так модному тебя можно назову, да? Журналист. Ну просто красавица. Леся из страны. Но Леся из страны не собирается идти в управление страной? Так по-честному. Или ты политику будешь вот макать, макать, а потом раз как Шария возьмешь и пойдешь в парламент? Если у меня будут соответствующие компетенции, которыми я могу помочь своему государству, я могу вот в информполитике, да, я ж уже, ну как это, членки... Заместителя возьмешь? Конечно. Бот кумовство. Только если нам будут продолжать платить из Кремля, иначе я просто не согласна. А, да и партия должна быть. Ну конечно. Кремлевские боби, как назовем ее. По-другому никак. Я хочу оставаться в журналистике. Мне очень комфортно. Очень. Максимально. А прессинг, репрессии, давление на свободу слова. Так это в любой, вот в любой сфере так. Ты идешь в бизнес, тебя прессуют какие-то там менты, налоговые, какие-то там теневые, смотрящие. Идешь во власть, тебе все предлагают бабки, еще постоянно что-то предлагают, что от тебя хотят. Идешь еще куда-то в политику, тебе тоже предлагают бабки, там на тебя постоянно давят, за тобой все следят и все остальное. Ну просто любая... Те же журналисты, да? Любая публичная сфера, она подразумевает какой-то прессинг, напряжение и постоянное вот это вот чувство тревоги. Что скажешь по поводу прессинга 112-го канала на данный момент? Ну я, конечно, напомню про канал Карте, который лишили лицензии, а потом вроде бы не лишили лицензии, а потом вроде бы опять лишили. Но спутниковые лицензии хотят лишить и там все продляют это рассмотрение, потому что все принято с нарушением абсолютно всех процедур и пригласили на рассмотрение. Оля Герасимюк обещала без Тобу, а получила все с Тобу. Со 112-м там история, конечно, очень интересная в контексте местных выборов. Просто на него еще глаз положили, когда... Тобки. Привет, привет! Тоже кандидат в Мары, кстати. Глаз на него положил еще Андрей Богдан, будучи главой офиса президента. На Богдан тоже сейчас на опадки присутствуют. Да, сейчас все на всех. Сейчас не то, что гуляй поле 90-е, мне кажется, сейчас вообще круче. Мы в такие времена живем, которые... А у меня помнишь, ты 90-е только родилась тогда? Да. Да, я тоже. Знаешь, все рассказывали, мои родственники. А вот, например, я же в этом формировалась. Бывший народный депутат Береза мне сказал... А мы давай-ка туда, да, направо? Сказал, что вот... Лишь бы не налево, может, порядочная женщина? Ну, да. Хотя, ну... Тебе можно? Чего это? Ну, не знаю, ну, что ты решила. Я порядочная женщина, у меня все по порядку. Все по порядку. Все по порядку. Хотела пошутить, думаю, не буду еще обидеть. Да, анекдот, кстати, про потаскуху и порядочную. Знаешь? Боже, нет. Ты потаскуха или порядочная? Я потаскуха. Почему? А я потаскую, потаскую и спать ложусь. А ты, наверное, порядочная. У тебя все мужики по порядку. Вот такой бабский анекдот. А о чем мы говорили? За 112. Мы все равно всегда возвращаемся к мужикам. Ну, это нормальная история абсолютно. Они же обсуждают женщины обычно. Почему Дубинский обсуждал мои очки, например? Он очень вдохновился очками. Я бы обсуждала его штаны, честно. Которые с мотней. Я не знаю, что он туда докладывает. Это бомба. Как Надя потом сказать. Бабах! Товарищ генерал, разрешите наложить. О боже! Александр, простите меня. Я немножко шучу. Так официально, Александр, простите меня. Ну, а вдруг он посмотрит это видео, скажет. Медведева устраивает против меня информкомпанию. Он не хочет, чтобы я шел в мэры. Хотя он не идет в мэры вроде как. Он идет. Хотя он мне сказал в итоге, что это его право. И он будет делать, что хочет. Он как бы не сказал, что он идет в мэры. Но как бы хотел сказать, что он там решает, а не Зеленского. Ну, конечно. Но вообще, судя по всему, решают все, кроме Зеленского. Мы к этому вернемся. Береза, что сказал? А что сказал Береза? Я что-то хотела сказать, забыла. Сейчас я вспомню, вспомни. Береза, Береза. Не помню все. Он тоже в мэры Киева собирался. А что сказал, хотела прям вот... Кто только не собирался? Не, но я, кстати, удивилась, что Береза... Я как-то не следила за прошлыми выборами мэрскими. И Береза занял второе место. И набрал вот сколько голосов. То есть он там наступал на пятки кличку, грубо говоря. А это... Ну, разве... Мы как киевлянки истинные должны... Тогда же был как бы тренд на вот этих милитаристских всяких мужланов. На защите местных государств. Ой, он сейчас так изменил риторику. Он сейчас абсолютно не мужлан. Он такой пусечкой лапочкой. Ты бы его послушала вообще. Он так и говорит. Я спрашиваю, что вы делали в правом секторе. Правый сектор? Это не радикальная организация. Конечно. Это организация по защите животных. Вот так. И хотел сказать, что доля правды в этом есть. Ужас. Ну да. Я вспомню, что он говорил. Мы говорили с тобой про Советский Союз, про 90-е. Да. Он говорил о том, что... Он написал такой пост, ну, неразгромный, я не знаю, неразгромный. О том, что вот там в Советском Союзе там молоко такое-то, это такое-то. Ну, типа пошутил, что там все было говно на самом деле. Но в итоге, когда я сказала, ой, а я до пятого пункта думала, что это все правда. Он сказал, да вы все думали, и наши люди, и бабушки, и дедушки думали о том, что жили в классной стране. На самом деле это было... Конечно, Береза сказала и пришел, что все жили в говне на самом деле. А кто не считал, что это говно, они просто не правы были. Это слепые люди. Так все получается? Ну да. Потому что я, честно, слышала только хорошее о Советском Союзе. И бабушки здесь, конечно. Я слышала разные, но мне кажется, что... Что было, то прошло, во-первых. Во-вторых, надо... Не отстроить. Черпать самые лучшие практики, как бы, и делать выводы из каких-то негативных моментов, они есть всегда. Где же они самые лучшие практики-то, а? Ну, допустим, неплохое, чтобы образование было. Неплохое. По подходу учителей, по крайней мере. А, или из Советского Союза. Ну да, сейчас со всех стран мира, там, в Беларуси что происходит. Что ты, кстати, скажешь? Батька победит или нет? Да пока непонятно. Ситуация все как-то зависит от всего. И давай, кто там на втором месте? Кто на втором месте? Тихановская? Да. А кто она? Жена блогера. Да. То есть, или наши мужья могут стать президентами, или мы. Если мужей посадят в тюрьму. О боже, ну нет. Ну, ее просто мужа посадили в тюрьму, поэтому, собственно, она и выдвинулась в качестве кандидата. И оппозиция типа, вот, решила объединить штабы, чтобы ее поддержать. Ну, опять же таки, сегодня она там сообщила, что все, она уезжает в Литву и записала несколько очень странных видео. И, вот, мне кажется, когда человек идет, да, кандидатом в президенты, он осознает все давление и сопоставляет свои возможности, ну, как минимум, внутренние там, да, энергетические. Есть у тебя стержень этот, там, стальной, готова ли ты стоять до конца за свою идею, за свои убеждения? Я такая, ой, друзья, вы знаете, я тут приняла очень сложное решение для меня, для всех и для вас. Ну, короче, давайте, не выходите на митинги, теперь все, короче, сливаемся, поздравляем Александра. Заплатили? Лукашенко. Да тут, ну, или испугалась, или, ой, стала президентом, ой, а что я теперь буду делать, да? Это просто куча ответственности, и вот, ну, людей на улицах бьют, объективно, да, там, мордой в пол, там, в автозаках возят, закрывают, арестуют. Ну, все по нашему же сценарию согласись. Это же ответственность. Ну, да. Просто кому-то пофиг, а кто-то реально чувствует на себя ответственность. Может, она просто действительно чувствует ответственность на себе за это все, и не готова ее нести. А что, кстати, почему эту революцию назвали тапковой или тапочной? Слышала, нет? Я вообще первый раз. У нас кастрюли на голову надевали, тут в тапках вышли, я что-то. Я вот слышала сегодня, тапочная революция 2020. Уже, кстати, в Википедии даже, как тапочная революция. Тапочная революция. Ну, что-то такое. Угу. И... А я слышала, что он вводит военное положение, собирался в Совет Безопасности. Ну, там еще консультируются по этому поводу. Опять же, на момент записи этого видео происходит только то, о чем мы уже проговорили. Или говорим. Да, кстати. Мы не ванги. На картах Таро не гадаем. К счастью или к сожалению. По знакам зодиаков. Не прогнозируем политическое будущее людей. Почему? Можно попробовать. Кстати, такого блога еще нет. Мы тут все боремся, да? За внимание. А может быть, вот так вот просто сделать какой-то политический блог. Вангую назвать. Вангую. Вангую. И под выборы продать. Как мы все продались, в принципе. Ну да. И все Путину. Опять? Да. Ну, сколько уж можно. Ну, он перекупает нас всех по очереди. Я... Не, правда, когда я выпустила блог с Березой, мне сказали, что меня купил Береза. Потом меня купил кличку. Короче, мне каждый покупает, но никто денег не платит. Ну, обидно. Я сам эту машину купила именно за эти деньги. Я машину? Нет, я машину купила до того, как начала блог. Понимаешь? Я же на выборах зарабатываю. А, понятно. Ты уже раньше все сделала. Да, да, да. Ну, молодец. Учите себя. В палатках стою. Под Киеврадой постоянно, да? Нет, нет. Постоянно в палатках. Я прохожу мимо, туда прохожу. Одни палатки стоят, обратно прохожу, уже другие. Ночую, там что количество дней пишут. Какие-то постоянно застройки. Ну, я всем пофиг. Кличку пофиг, конечно. Кличка будет ТНР? Я думаю, что да. Да. Написано на бордах, что наступным мэром будет женщина. Конкуренция. Ну, тут вопрос или кличку сделают, или женщина. Не, ну это предвыбор моей компании, Ирина. Кстати, я считаю, очень неудачно выбранные слоганы. Вообще, я госпожу Ирину уважаю как человека, как специалиста. И считаю, что у нее есть достаточно других качеств, на которых можно было сделать акцент, а не на том, что она женщина. Ну, типа, что, что, что в этом такого? У нас же ж равноправие. Тем более, она такая женщина. Гендерное равенство. Ну, ты слышала? На праймерисе сказал Зеленский, что она мало потому, что женщина, она еще и симпатичная. А ее так Коля Тищенко его по плечку подсмыкнул и сказал, не надо, а то сейчас вам гендерное, это как какие-то разногласия, там гендерное, сейчас вам приплетут. А он такой, ага, пошутили, короче. Да ну, конечно, корабельная сосна. Ну, я бы не сказала. Знаю мы все эти истории. Вот так корабельная сосна, это такая, ну, такая, мне кажется, такая женщина. Она как канцлер Киева мне. Я считаю, она есть у нее стержень. Вот, да, что-то такое. Порох в пороховницах, ягода в ягодицах. Она мне нравилась до сюжета плюсов. Пока они показали то, что она там в своем городе. Буквально за пару месяцев до своей, до окончания каденции. Потому что какие-то там были у нее фигли-мигли с этим. С землей. Я думаю, что заказалась уже Дубинского, если честно. От Дубинского. Все дороги ведут к Дубитску. А, ну, потому что, как бы... А, я поняла, я даже не подумала. Его... Тогда еще это было. Да, тогда еще. Когда... А теперь же он говорит, что она... Он... Она говорит, что он ей мешает вести компанию. А он... Ну, я думаю, что доля правды в этом есть. Ага. То есть мы сейчас сидим и обсираем Дубинского, получается. Не, ну, ничего не было. Мы анализируем. Анализируем. Исходя из определенных... И еще раз, Александр, прости. Прости. Да, да, да. Он, кстати, меня возил. Сказал, что у меня машина говно. За рулем сидела. Да? Да. Говорит, фу. Вообще хам. Фу, да. Серьезно? Да, да. Пересел за рулем, говорит, фу, машина, фу. И так, знаешь... Не в перчатках хоть вел? Не, не. Не знаю. Я бы его высадила за такое, если честно. Слушай, а хорошая идея. Зато был бы скандал. Нормальная была. Дубинский покидает. Ольга выкинула Дубинского из своей машины. Да. И у кого бы потом было больше подписчиков, да? Ну, стопудово. Надо было так и сделать. Надо кого-то выкинуть из машины. А кого еще можно выкинуть? Не, ну, я думаю, если... Не, я тебя не буду. Ты не нравишься. Если б стал вопрос какой-то, и появился бы повод выкинуть кого-то из машины или нет, я думаю, Дубинский как профессиональный шоумен, а он реально шоумен, он бы так и сел стопудово. Да. Ну, если бы этот человек ему не платил за работу, то я думаю, что выкину бы. Класс, надо будет его. Да, надо кого-то выкинуть из машины. Ну, да. Надо еще раз его пригласить. Слушай, у меня такая идея. Давай сделаем тебе предвыборный ролик. Я тебя выкину из машины, а ты скажешь, что кремлевская журналистка пригласила меня, предлагала мне работать на Путина, но когда я отказался, она выкинула меня из машины. Смотрите, какой я патриот. Хорошо, мы все придумываем. Слава Украине, героям слава. Правильно? Смерть тварагам. Тварагам. Да. Так вот, за кого мы будем голосовать на киевских выборах? Я просто не могу никак добиться от тебя. А я не знаю. Не будешь голосовать? Я пока не определилась. Не определяемся. Я на самом деле хочу увидеть человека, который покажет генплан Киева. Для меня на самом деле. Он каждый раз все больше расширяется. Киев расширяется. Да пусть генплан покажет. По генплану пусть уже расширяется. Если строят какие-то высотки, пусть покажут социальную инфраструктуру. Вообще хоть какую-то инфраструктуру. Какие-то сливы, я не знаю. Чтобы не плавать тут на машинах. Можно байдарки себе закупать, когда он сезон дождей. И на байдарках просто фигачить. Можно резиновые лодки. Брендированные причем. Хорошая еще одна идея для кличка. Зачем делать сливы? Можно резиновые брендированные лодки, удары. Можно скутеры. Это дорого. Но красиво. Компания должна быть недорогая. Я красивая. Ты каждый раз еще лучше и лучше. Привет. Леся снова здесь. Сегодня просто пятничка. Я очень рада тебя видеть опять. Я сейчас объясню людям, что происходит. Мы вообще с тобой могли сделать, как вот эти террористы. Леонардо, помнишь? Там, где меня ленирует. Могли бы просто сделать вид, что ничего не произошло. И мы просто переоделись на лету. Как наши политики переобуваются на лету. Ну да. Но я объясню. Кто-то едет. Что? Я объясню, что происходит. Значит, он куда? Он сюда, да? Поехала. Да. А я, кстати, охранник. Комида Коша подошел. Говорит, здравствуйте. Вы куда? А я говорю, я Лесю жду. Лесю, Лесю. То есть я теперь буду... Мы будем ехать куда-то? Да нет. А я думала... Я думала, что я просто... Мы сейчас с тобой договорились. Да, да, давай. Хорошо, а то я уже собралась. Нам надо уехать? Значит, мы едем. Ну, если попросим... Ну, если тут Леся, то есть можно, да? Я думаю. Вот этот молодой человек... Расступись в море! Едет Оля. И что он хочет? Да, назад вставай. Назад? Вставай, вставай. 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 Что надо? Вставай. Я вижу. А что он делает? Я не знаю. Разворачивайся. Да. Все это здорово. Что мы делаем? Мы провода сейчас натянем и по ним нельзя ездить. Хорошо. Куда можно встать на пять минут? Сюда, встаньте туда. Вот сюда, где стояла? Да. Заедите только. Хоть на тротуар заедите, да. А там какая-то штука торчит. Ну ладно. О-о-о-о! Такой еще не было. О! Нормально. Все. Вообще, тут мешают нашей диалогу. Видишь, видно, что они журналисты. Реально? Я не умею разговаривать так. Да ладно. Я буду у тебя учиться вот так вот, как ты говоришь. Слушай, что мне нравится? Сейчас, сейчас. Хочу тебе. Что? Украинский кинематограф вспомнила. Смотрела этот фильм? Что, к нам опять кто-то догребаться? Да, что хотите вы одна? Нет. О-о-о! Мы с тобой как Тина Кароли и Юрия Санина. Я такая, типа, полурыжая блондинка, а ты такая брюнетка. И мы такие, полурыжая брюнетка? Нет. Так вот, украинский кинематограф. Да. Смотрела? Вот эту, вот эту конкретно хотела сказать композицию. Вот эту, киноленту, эту не смотрела. Ну как, и ты не смотрела, блин. Это же украинская эротика. 50 оттенков этого. 50 оттенков панчины. 50 оттенков синцова. Господи. Нет, это не синцова, кстати. Ну, короче. Я сейчас украинский. Просто, ты помнишь, мы с тобой в прошлый раз, когда мы, перед тем, как мы переоделись. Это, короче, камера зависла, да, перед тем, как. Мы говорили по языку. Я очень хочу твое мнение по языку. И я тебя отпущу. Подарю тебе подарок. Ты смотри, я предлагаю немножко выключить музыку, потому что, если мы загрузим это видео в YouTube, то... Точно. За авторские права нас бомбанут очень сильно. Точнее, вас. Да. Блин, я надеялась, что ты на канал там, где 500 тысяч загрузишь это видео. Я шучу. Да-да. Ну, вопрос. Язык. Язык. Вот мы с тобой говорили о языке. Ты мне рассказывала историю о своем сыне. Расскажи, пожалуйста, еще что-то. Да, на самом деле, просто мы столько всего важного обсудили, в том числе, касательно воспитания детей, касательно языка, касательно отношения ко всем очень разным таким событиям политическим в контексте детей тоже. Ну, короче, я это все не записалась. Может, но и к лучшему, потому что мы там не только это обсуждали. Да, мы там обсуждали еще такие очень странные вещи. В общем, касательно языка, опять же таки повторю свою позицию. Я считаю, что это абсолютно надуманный какой-то вопрос, надуманный момент, его достают политики, и люди постоянно на это, к сожалению, ведутся. И хотелось бы, чтобы когда-нибудь в нашей стране была такая власть, которая бы вот просто отпустила этот вопрос на рассуд украинскому народу. Никто не отрицает, что есть один государственный язык у нас украинский, но зачем навязывать вот эти все жуткие вещи, которые потом служат катализатором каких-то конфликтов, противоречий, каких-то абсолютно иррациональных вещей, которые разделяют людей. Расскажу пример про моего сына, нигде его не рассказывала все-таки. Я думаю, что это такой... То Леся из страны, то нога, у меня других телеканалов нет. В общем, важный такой прецедент. Это касательно вообще вот воспитания детей во всех вот этих вот социополитических контекстах нашей страны. Отправила я своего ребенка в детский оздоровительный лагерь. Мы с ним по вопросу Донбасса очень редко общались. Я ему не навязываю ничего, а он не задает мне обычно об этом вопросы. Когда задает, я ему там объясняю, рассказываю и все остальное. Но как бы ему постоянно объясняют и рассказывают в школе как бы в принудительном порядке. Я сейчас не обвиняю никаких учителей, там, никакие школы, в которых он учился. Он учился в бесплатной государственной школе. Вот. Вопрос вот в целом политики, как это преподносится. Понятно, что в школе им рассказывают, что Донбасс на данный момент и Крым — это оккупированная Россией территория. Так вот, поехал мой ребенок в лагерь и, собственно, там возник конфликт определенный. Звонит мне, плачет, объяснить не может. Ребенку тогда на тот момент восемь лет было. Объяснить не может. Я аж, ну как бы, женщина эмоциональная. Набираю вожатого. Говорю, в чем проблема? Ну и он не рассказывает. Там было какое-то знакомство, когда только приехали ребят, все рассказывали, кто, откуда. Ну и мой ребенок взял и говорит, я с Горловки, там, где Россия. Вот. Ну и дети, воспитанные другими родителями, мы ж не залазим, да. В семьи в головы другим людям тоже не залезем. Ну и там были дети постарше, во-первых. Во-вторых, они были натасканные уже на вот эту военную повестку. И они восприняли это как, ну типа, вот, ты считаешь это российскими территориями. И ребенку восемь лет, на секундочку. Ну, как бы, когда ему постоянно в школе втюхивают, что, ну типа, это оккупированная Россия территория. Ну, он сказал так, как это он домыслил логически, исходя из своих каких-то детских вещей и моментов. Ну, как бы, мы с ним говорили о том, что Горловка это дом наш, мы там родились. Я бы устроила скандал. Ну, я поговорила с вожатой, поговорила с ребенком и просто сделала вывод, что скандал, в первую очередь, не пойдет на пользу моему ребенку. Ему там еще отдыхать. Он хотел там остаться. Ну, как бы, ситуацию разрулили, его переселили в другую там комнату. И мой ребенок больше не общался с теми ребятами, которые его, ну, грубо говоря, начали чмырить за то, что он сказал. Опять же, такие дети очень жестокие. Ну, это всегда. Даже маленькие я в садике знаю, как дети унижают друг друга, а потом дети страдают, другие которых унижают. И, казалось бы, знаешь, иногда какие-то абсолютно невоспитанные и ужасные дети говорят другим, что они невоспитанные и ужасные. Да, да. Ну, просто, и когда ты смотришь на контраст, вот, своего ребенка я воспитываю в мире, я ему всегда говорю, что самое главное – это мир. По всему миру случаются совершенно разные ситуации, люди из них выходят, страны за свою историю переживали абсолютно разные, как бы, вещи, но ничто не стоит войны. Ну, как бы, когда гибнут люди. Но других детей воспитывают же по-другому. Допустим, Маруся Зверобой ставит свою дочку и учит ее стрелять. Правильно, Маричка, Маруся Зверобой. Знаешь, как ее дочку зовут? Как? Зорька. Может, какая-нибудь Зоряна? Ну, она назвала ее Зорька. У меня так, у бабушки все коровы звали. Так нельзя говорить на детей, извините. Да, так вот, она учила стрелять детей, ребенка своего по москалям и сказала, молодец, ты моя девчинка. И она стреляла, вот, ну, и правый сектор в этом принимал участие. Это была презентация книги «Не злам, а не мураши». Это не цой. Все, да-да, типа отвали, барышня. Мне кажется, это какой-то... Сейчас меня осудят, конечно, но я скажу. Я вот не всегда говорю то, что я думаю. Я считаю, что это целесообразно. Это какой-то вот наци-гетто. Вот я по-другому не знаю, как это назвать. Сейчас они мне что скажут. Да, я сейчас подумаю, как сюда припарковаться. Да, давайте. У меня вот такой баба за рулем. Я лучше фишечку уберу. Ну, так тебе вот это ездят тут разные. Ага. Бойка? Угу. Или кто там? А, Бойка это... это наш. Да, да. Ну, нам все говорят, да, что... Давай так, разберемся. Твою вилку, наш Бойка. Мой вилку? Ах... Вилку мне нравится, если что. Мне не нравится. А кто тебе нравится? Мне из политики, вот сейчас и никто не нравится. Так кто тебе платит, я не поняла. Мы с тобой разбирались. Путин платит, господи. Я прям аж поправлю, чтобы мне это... В смысле Путин платит? То есть мне не Путин, а тебе Путин? Мне Путин. Хорошо. Я на это самое, на высоких позициях. Не, ну понятно, слышь, за 500... Извините, за 500... Боты соль. Знаешь, сколько работали просто над моими подписчиками на странице? А можно с ними договориться? Я спрошу. Ну, просто я понимаю, что за 500 тысяч подписчиков платит Путин, а за 200 там кто у нас там? Бойка, Вилку, да, да. Они все скинулись, они за нас, может, и поссорились вообще. Может быть. Если на то пошло. По языку давай с тобой, вот ты мне еще скажи. Вот твой ребенок учится в какой школе? Учился в украиноязычной школе. И вот что ты думаешь по поводу того, что русскоязычных школ теперь не будет? Я думаю, что это породит тотальную неграмотность. Объясню просто на своем примере. Я жила в русскоязычном городе Горловка, да, Донецкой области. Я училась в Украинской гимназии интеллекта, она называлась. Это была самая крутая школа, типа там элитарная вообще просто. А поскольку я шла по программе... Я туда потрапала. Я шла по программе «Отдаренные дети». Поэтому я туда... Ну, Путин тогда я еще не знал. Ты тогда еще не слетала в Москву? И у меня возникла такая проблема. Все русскоязычные, а русский язык у меня был до восьмого класса в школе. А потом мы перестали изучать русский язык, а в жизни... Ну, ты постоянно используешь русский язык. Даже пост в фейсбуке написать. Для меня теперь это какая-то... Ну, не то что теперь. Для меня это всегда была как... Мне надо было прилагать усилия для того, чтобы вспомнить пунктуацию, орфографию. Орфоэпию, ударение, там, правильное произношение слов вообще никто не изучает и не рассказывает людям. Пидему, будему, лыстопад. Люди не знают, что такое орфоэпия. Меня просто коребит. Это раздел русского языка или любого языка, который определяет или поясняет, как правильно произносятся слова, ударение, звуки и так далее. Вот это такой раздел науки. И мне кажется, нет русскоязычных школ, а от этого же количество русскоязычного населения в стране не уменьшится. Даже увеличится принципиальная сейчас есть. Как бы кому не хотелось, не уменьшится. Все равно я русскоязычная. У меня рождается ребенок. Он будет каким? Украиноязычный. Соселецин? Конечно. Соселецин. Сразу родился. Я ему просто такая, растут волосы. Выбрела у Селецин. Такая, ми хлопчик. А ты наделала сразу шаровары на него? Конечно. Вместо памперсов просто в шаровары там как раз много места. К чему я веду? Я что-то вспомнила Лешу Гончаренко. Я не знаю почему. Это для него, кстати, автопресло. Кресло? А, вот такие. И он вот это вот любит, смотнёй мне. Непонятно зачем. Вот на всякий случай. Это красиво. Может он там кого-то прячет. Носит с собой поближе к любимым местам. Может он там что-то прячет. Может... Нет, но... Что значит нет? Может быть, да? Откуда мы знаем? Так вот. Да. Мы как, знаешь, типичные вот женщины. Всё равно всё сводится. Которые зацепятся за какое-то слово и... А, вот я вспомнила историю. Не, но вернёмся к вопросу. Это всё-таки язык, да? Да. Касательно языка. Вот. Я хотела сказать о том, что у русскоязычных украинцев будут в любом случае рождаться русскоязычные дети. Если они, конечно, как там... Некоторые строят из себя там вот этих квази-патриотов, которые типа Я сведомо вырешив говорите украинскую, але в мене вся семья російськомовна. В мене тогда. В мене. В мене, да. Вот. И получается, что если никто не обучает русскому языку, а люди говорят на русском языке, значит они какие? Неграмотные. А когда ты... Даже если учишь украинский язык, ты на нём не думаешь. Ну, конечно. Поэтому получается, что ты тоже неполноценно знаешь этот язык. Я сразу... Вот недостаточно. Не настолько, как русский. Получается, ты не можешь вменяемо говорить на украинском и не можешь вменяемо писать на русском. В общем, какие-то деградантства. Но у меня какая ситуация? Мне немножко легче. Я этим периодически хвастаюсь. У меня папа и мама учителя русского языка и литературы. А я думаю, почему ты так красиво и грамотно говоришь? Я помалкиваю его. Я прошу своего отца периодически. Ну, он там методикой ещё преподаванием русского языка занимался. Поэтому я прошу его периодически. Поэтому ты знаешь, что такое орфаэпия. Да. Не, я просто сама филологию заканчивала. Правда, английского языка. Но, в принципе, у меня было языковедение и языкознание. Лондон из капитала Грэд Бритэн. Да. Ты довольно верна. Я брошу мои тиски и пойду... И делаю мои вечеринки. Да. Такое произношение сразу. Но опять же таки, когда нет практики языка, но всё равно всё. Это хорошо. А я сразу вспомнила, ты сказала про грамотность. И я уже рассказывала тебе эту историю. Я ещё раз расскажу про патриота, который написал. Русскоязычного патриота. Вот всё о том, чем мы с тобой говорили. Написал в фейсбуке о том, что вот такие все говнистые люди, кто не знает украинского языка. И вон им все неосвечени. А потом я зашла в историю права к этому посту и посмотрела, что человек с третьего раза... Да, я просто наученная опытом пресс-службы... Работаю в пресс-службе у одного известного политика. Ты знаешь... Ну давай не будем сейчас опять... А это не записалось, как я убегала из машины, да? Это записалось. Ты хочешь ещё раз убежать? Нет! Смотри, опа! И всё! Чёрт! Не убежишь. Так вот... Ладно, что ты себя не чувствовала... Вильна. Чтобы ты была вильна. Да. Как мы все украинцы после Майдана. Я просто... Кружевных трусах и вреды. Ооо... Так тогда надо без... Как? Так я без. Оооо... Давай полегче. Лето же. Давай полегче. Так вот... Блин, ты меня своим, я без. Заходишь ты в историю права к этому. И там слово неосвиченный написано с третьего раза правильно. Сначала неосвиченный, потом неосвиченный, а потом неосвиченный. Ну спасибо, что неосвиченный. Не неосвиченный, да? Хотя после этого я его решила освятить. Без ошибок проверила. Написала ему о том, что какой же вы патриот, освиченный. Если вы слово освиченный не с первого раза написали. Он меня удалил из друзей, заблокировал. Всё, как делают в принципе вот эти вот патриоты. Ты не плюндрувала его честь и тагидности. Поплюжила, я знаю такие слова. Плюндрувала. Плюндрувала. Ты прям филологически. Короче, мы все выяснили, что мы биологический мусор. Как сказала... Кто? Это не Ницов сказала. Форион. Форион, да. Там круг маргиналов, он тоже очень как бы ограниченный. Те, кто не чествуют Бандеру, не считают его национальным героем, кто? Мусор! Мусор! Да. Поэтому у нас с тобой выход либо стать патриотками, только не настоящими патриотками, как мы с тобой. А вот этими квази-псевдами? Я считаю, что мы патриотки, правильно? Потому что мы топим за свою страну. Мы ее любим, не важно на каком языке. С Кацабу же знаешь, правильно? Да. Конкретные же галычаны. Он же был директором музея Бандеры. Ты знаешь? Конечно. Он мне тогда говорил. Бандеры. Хуеры. Какая разница? Вот так вот и говорил. Какой язык? Какой? Он после тюрьмы, знаешь, такой раскрепощенный стал вообще. Да, да. Тюрьма человека сделала. Прости, Руслан. Прости. Я когда начала говорить с ним по-украински, он сказал. Я не разумею. Говори земную на русский мовец. Ну такое. Все принципово. И вид, казавшись на украинском, я половину не понимала. Но он очень быстро говорил, а потом пересматривал на эфир, чтобы понять, что он тут сказал. Очень много классных галычанских матюкев я почула виднёла. Да, и он говорил, что ну не принципиально. Ну то есть нормальные бандеровцы, да? Бандеровцы нормальные. Так что у нас с тобой выход либо стать псевдопатриотками, отрастить... Не, не отрастить. Можно сделать осылейцы. Надеять шаровары. У меня просто будет очень длинный. Я буду косичку заплетать и засунуть. И буду вот так вот мотылять, знаешь? Во-во-во-во-во. И что ещё сделать? Говорить только по-украински, только желательно с ошибками. И петь гимн. И всем рассказывать. Кохайтеся чернобревих танец мускалями. Гимн П. Слава Украине! Героям слава! Смерть врагам. Всё, мы теперь... О, свячени! О, свяю! Поппионки! Ведь я тебя обожаю. Подарки я дарю в конце эфира. А всем, кого я подвожу, кого я не очень люблю, я дарю не очень. Подводишь по жизни или подвозишь? Тебя я не подведу. Мы с тобой, батя, я стараюсь Путина, мы не подведём. Нормальное дело, батя. Да, 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 да. Только, пожалуйста, если что, переговори через свои каналы, чтобы подписчиков у нас на канале поговорить. Хорошо, я обязательно обращусь. Прямо сегодня приду, напишу. У Ольгина скажу, что, ребят, есть такой канал, The Mir. Они же там не любят англицизмы всякие. А, да. The Mir. Ты честно что намекаешь? Могут связать с. Поэтому вы уточняете, что The Mir. Спасибо, как филолог. Да, подписывайтесь на страна, подписывайся на страну. Подписывайся на The Mir. Спасибо. Как и договаривались, потом рассчитаемся. Так вот, с днём рождения, хотела сказать. У меня для тебя подарок. Мы сегодня переродились. В конце мы что сделали? Спели гимны и крикнули сукс. Это означает, что мы стали на тропу перерождения. Правильно, друзья? Присоединяйтесь к нам, перерождайтесь просто. Понимаешь, мы забыли с Майдана туалетную бумагу. С Путин ПНХ, ПТН ПНХ. Не увязочка, конечно, ушла. Ну ничего, да. Смотри, я тебе в прошлый раз хотела подарить книгу Олеся в стране... Алиса в стране чудес. Ну вот я не знаю, почему она не с тобой ассоциируется. Тогда я тебе подарила Белочку, потому что книги не пришла. А теперь курьер приехал, но это оказалось не книга. И тебе ещё на твоей... на нашей ригни мой. Алиса в Краине Дэйв. И это игра. Спасибо, что не Мандри. Будешь играть. Мандри? А тут мне так нравится это слово. Мандри. Я могу переписать. Так вот... Это долго, кажется. Ну я не знаю, может все застрелили. Поиграешь, сын у тебя уже очень взрослый для этой игры, но ты как раз в самый раз подходишь. Спасибо. Я о том, что ты молодая красивая мама. Да. Вот. Так что спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Родина тебя не забудет. И причём не наша, не Путина. Поэтому... Столько видео, сколько я сняла про Беларусь, теперь ещё Беларусь не должна меня забыть. Поэтому все страны СНГ не забывайте. Не забывайте. Все страны подписывайтесь на страну. Именно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok